меня зовут татьяна яшкина я основатель сети оружейных магазинов в украине на юге и в центре занимаюсь оружием 16 лет собственно верно это большая часть моей жизни это то что мне нравится и как бы хобби переросла в работу и она занимает все мое время ко мне было официальное обращение от организаторов они обратились понимая что я опекаюсь детскими домами у меня есть свой youtube канал яшкина где мы постоянно иллюстрируем те события которые непосредственно связаны с передачей помощи детским домам я являюсь официальным опекуном средней специализированной школы номер 3 города николаева мне внесли предложение о том что я могу поучаствовать жизни семи детей а именно оздоровить их и отправить их на отдых где они получат специальную и реабилитацию и оздоровительную тоже программу я конечно же с радостью согласилась мне везет в работе благодаря тому что работа это хобби я имею возможность помогать и заниматься благотворительностью уже более 13 лет я это делаю и чувствую что это необходимо уже их детей не бывают они все наши и это будущее украины я убеждена что наши женщины украинские женщины в частности они ломают любые стереотипы могу сказать одно что я занимаюсь оружием более 19 лет оружейным бизнесом я основатель сети оружейных магазинов охота поэтому это первое с чем я всегда сталкиваюсь тем что в это не верят и собственно относятся к этому в той или ситуации там предвзято женщины украины это сильные личности и сегодня это мероприятие подчеркнет насколько их не души и сердца большие и как такое объединение сильных девушек и женщин может пасти достаточное количество детей оказать им материальную помощь и моральную поддержку период пандемии мы развозили и оказали помощь более 200 семьям это пенсионеры ветераны которые оказались за чертой бедности я могу смело сказать тем что одна из моей миссии это служение людям и поддержка для тех людей которые не могут это сделать которые нуждаются в помощь ведь они оказались там в суровых условиях и государство наше не совсем может справиться с этой ситуации и и финансово их поддержку либо еще оказывать какие-то программы в вооруженном бизнесе я одна из немногих а вернее единственное в представлении слабого пола так сказать в кавычках поэтому еще раз хочу обратиться наверное девушкам которые сомневаются стоит ли заниматься тем или иным бизнесом начинать его начинать этот путь все рамки в нашей голове и нет ничего невозможного мне приятно здесь видеть много интересных личностей это вдохновляет и я уверена что дети не бывают чужими и за счет таких замечательных проектов мы сможем поддержать и сможем спасти ни одного ребенка и и а и 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 он ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Хочу оголосити людину-переможця, але без тебе я це не можу зробити. Це частина нашого спекту. Це та людина, яка дала змогу літом оздоровити дітей. Це людина безвідказна. Людину не треба було уговарювати. Потрясаєте, це людина, яка взяла і струбила. Тетяна Яшкіна. Вона прикрасила обладненькою нашого журналу. Вона допомогла зі здоров'я. Вона вже давить віністер, віністер, віністер. Я рада, що вона в нашій команде. Танечка, ви вас питаємо. Тримайте вас. Доброго вечора. Я вважаю огромну признательності. Хочу сказати спасягла всім, хто підтримував мене і виграв в номинації. Конечно, багато років тому, коли я получала награду за наградою, вона полуоружейний бізнес, але він є і сьогодні, і мене спросила, як значного мужчина в нашій області, що є для тебе мотивацією, чого ти хочеш гостить, як країна цель в житті? Я сказала, що ці награду мене дають більше азарту. Але ні, це жінчина, це продовжительниця роботи. Та вона обязательно встать мамою. На сьогоднішній день у мене мама більше ста дітей. Я кажу, у мене мурашки просто похожи. І ці діти ждуть, і ці діти плачуть, і ці діти обнимаються, коли я не прихожу. Я офіційно опіхун в двох детських домах. І хочеться це робити не для награды, не для первого міста кубка, і від цього процесу ти получаєш удовольствие і розумієш, що це твоя миссія, самая больша миссія в житті. І я переконяюся перед тими всі дівшками і жінчинами, які обнимуться до цієї нелегрі миссії. Тому всім признательно і благодарно. І сьогодні я хочу від всього юга України поклониться всім участникам, победітельницам. Ми огромна енергія, дівчці, дівшки. Ми в місті можемо создати дуже багато. І благодаря Татьяне сьогодні ми в цьому побіждаємося в очередной раз. Тому організатори, ви просто люди волшебства. І коли Татьяна мені предложила участь в цьому проєкту, я совершенно верно не сказала Татьяна, ні минуты не думала, і я не знала, що за цим стоїли. Какі-то номинації, чи награды, чи победи. Тому, наверное, благородні поступки, їх нельзя оценить. А коли ти получаєш награду, ти розумієш, що просто той путь, який ти робив, був верним, був правильним. І він, наверное, обязательно должен продолжатися. Тому моїй предшественниці я желаю успешной политической карьеры. І я думаю, що цю номинацію на протяжіння року я буду нести і продовжати свою місію. Дякую всім! Ну що, зараз я хочу започаткувати сьогодні нову тенденцію, нову традицію. Спеціально для проєкта жінка найкращої української професії було створено орден за жіночу благодійність. І сьогодні три ордена отримує Марина Кимов, заслужену. Ксюша Кимівська, заслужену. І наша переможниця, Катяна Яшкина, заслужена, отримує. Катяна Яшкина, заслужена, отримує. Катяна Яшкина, заслужена. Катяна Яшкина, заслужена. Катяна Яшкина, заслужена. Катяна Яшкина, заслужена. АПЛОДИСМЕНТЫ На детские дома и на помощь деткам Украины, которые, к сожалению, без родителей нуждаются в поддержке и нуждаются в опёте.